В 41-й горящие хаты. Бой на смерть шли тогда солдаты. О том, какой была Великая Отечественная, как жили люди в то непростое время, восьмиклассница Лиза знает не только из школьных учебников. В музыкальном театре «Рмит» девушка учится красиво двигаться и говорить, а еще открывает для себя много нового. Сейчас, например, воспитанники музыкального театра репетируют военную постановку. И когда над ними кряду смертный гроб, нас судьба иное начертала. Нам не при зердому, нам не при местном, поиску отрестного поддала. В «Рмит» Лиза пришла 8 лет назад, а потом привела сюда подругу. О своих успехах на занятиях девушка рассказывает скромно. Меня не ставили ни в какие постановки, я еще совсем ничего не умела, но вот буквально года 2-3 назад у меня начало получаться что-то, и меня начали ставить постановки на главных героев, начали давать больше слов, больше текста. Особенность студии в том, что на занятиях подрастающие артисты больше поют. Название музыкального театра так и расшифровывается. Репетируем, музыцируем, играем, действуем. Хореография, сценическая речь, вокал – это не полный список того, чем занимаются подрастающие артисты. Вообще обычно у нас занятия проходят, то есть это речевая разминка, актерские тренинги, распевки в любом случае, ну и работа над постановками. В данный момент мы готовимся к отчетному концерту, и у нас вот впереди военная постановка, такая литературно-музыкальная композиция. Переместиться из кабинета в далекий 41-й без машины времени возможно. Прочувствовать боль, страх и отчаяние, чтобы полностью погрузиться в историю войны и поделиться ей со зрителями, воспитанникам РМИДа помогают преподаватели. Ребята уверены, на занятиях они развивают не только свой талант, но и приобретают личные качества, необходимые за кулисами. Я стала громче говорить, может быть, получше петь стала. Я играла все в одной сценке, это «Кот в сапогах», мне очень понравилось. Планируют сюда ходить еще долгое время. Сейчас ребята готовятся к отчетному концерту. Военную постановку они покажут зрителям весной. Затем юные артисты отправятся в столицу Татарстана на конкурс «Казанские узоры», где представят спектакль «Кот в сапогах». Продолжение следует...